есть как я и думал оказалось что вас стоит на поверхности а Попробуем Immuburn. Заглубление минимальное, но воблер уловистый. Есть. Как я и думал, оказалось, что баз стоит на поверхности. Получается, это он оплескался. Так вот, Immuburn. Первый результат. Ну всё, всё, стой. Не хочется за тобой ходить, друг. Вот такой вот басик на поверхностный воблер. Первый счёт открыт. Давай. Только вымазал в глине. Пару слов о водоёме. Сегодня мы находимся на озере Турменда. Это возле Таревьехи. Сегодня у нас 30 апреля. Вчера был дождь, поэтому архи неудобно ходить. Это я вам чуть позже покажу. Озеро с глиняными берегами, поэтому очень проблематично передвигаться. Ну, посмотрим. Сейчас попробую в этом мелководном заливе. Глубина здесь, наверное, метра два-три от силы. Справа небольшая коса. И такой глиняный обрывчик, наверное. С полуметра до двух идёт. Были здесь вчера. Пытался ловить в коряжнике по берегу. Но сейчас, наверное, не пойду, потому что сложно передвигаться. Специально надел шлёпки и кроссовки, оставил в машине. Потому что глина налипает просто огромными кусками. Может, сейчас что-то вот здесь, в этих коряжках, и возьмём. Воблер позволяет проводить над всяким мусором растительным. В принципе, там зацепов не так много. Да и вода уже тёплая, так что утреннее купание, я думаю, мне не помешает. Немножко ноги помыть. Были здесь пару дней тому назад. Очень здорово показал себя джиг. Поймали несколько, наверное, штуки четыре. Были пару поклёвок. Из джига работал двухцветный силикон, светлый низ и тёмно-зелёный такой оливковый верх. Головка стояла 12 грамм и всё вдалеке. Единственный бас, который несколько раз выходил буквально в двух метрах от меня. Я зашёл в воду, здесь дикаря где торчат, и ловил под надбровкой. Ловил на... пытался на резину, но резина очень быстро падала с головкой. Даже с минимальной трёхграммовой. Я решил попробовать тонущий воблер. И на иму, наверное, заброс на пятый, я его всё-таки выцепил. Он несколько раз поднимался, раза четыре я его видел. Провожал резину, но ни в какую не хотел брать. Вот. А воблер, как оказалось, был именно тем ключом. Мне посоветовал друг, говорит, попробуй минимально вообще, минимально по скорости проводить. Я думаю, почему нет? Совет есть совет. И это сработало. Вот. Несколько раз он его кусал, но не засекался. Я ещё специально делал паузу, думаю, будет ли натяжение. Вот сейчас, по-моему, была поклёвка вот здесь. Не уверен. Может быть, перевалился через какую-то ветку. Потому что так вроде тычка не было. Так что советую, если вы видите баса, который выходит несколько раз, поставьте лучше всего тонущий. Воблер. У меня это был Yuzuri Crystal Minow в размере 5 сантиметров. С. С. То есть тонущий. И вот именно на еле-еле такие поддёргивания, которые… Да. Да. Это всё-таки коряжка тут была. Я уж думал… Я уж думал поймал. Я уж думал поймал. И, кстати, в этом заливе ничего не было. Может быть, за счёт того, что мелководный. Может, за счёт того, что я применяю не ту методику ловли. Воблер поставил поверхностный из-за того, что очень много было всплесков по поверхности. А глубина довольно-таки приличная за спиной. Так что… Думаю, а не попробовать ли мне поймать его с поверхности. И схватил бас метров десяти от берега. Так что, ребята, ещё раз напомню. Суспендер или тонущий воблер иногда бывает последним доводом, который заставляет баса всё-таки проявить себя. Сейчас вернусь. Попробую на джиг опять. После этого зайду, наверное, в воду. И немножко, немножко поджигаю. Поджигаю вдоль бровки. Потом поставлю опять тонущий воблер. Забросы там делать далёкие не надо. Это, кстати, где я сейчас нахожусь. Очень рядом с Мирадором, который новый построили вдоль трассы. Геолокацию обязательно скину. Место удобное. Но после дождя, который, кстати, вчера удивительно, что был. Сегодня я не скажешь по небу. Не советую вообще ехать на озеро Туременда. Потому что сплошная глина, всё налипает. Чистыми отсюда не уйти. Ну, пару часиков провести утром в тишине. По-моему, самое оно. И очень рядом с домом. Очень близко к дому. У меня дорога заняла, наверное, минут 15 из Торевехи. Так, друзья, ничего не изменилось. Пробую сейчас на культиву. CTM-85F. Хороший воблер. С активной игрой. Плавающий. Всплывает довольно-таки резво, поэтому. Огромное количество глины. Невозможно. Невозможно. Ох, ужас. Слушай, пару забросов и, наверное, поехали. Ничего тут делать. Что? Да нет, я думаю... есть только сказали не активно и вот он вас удачно стой не дергайся чтобы спасти хочу под берегом берегом взял такой небольшой но приятный вас лови малыш расти поймаете в следующий раз надеюсь ты будешь уже побольше только соберешься уходить и водоем радует поимкой как она работает и